Откройте, пожалуйста, пятую главу послания к римлянам. Пятую главу послания к римлянам. Прочитаем первые два стиха. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Мы продолжаем разбирать послания к римлянам. Я напомню, что в предыдущих четырех главах мы уже увидели Божий суд над всем человечеством. Апостол Павел показал Божий суд и над язычниками, не знавшими истинного Бога, и над иудеями, у которых был закон Божий и храм. И те, и другие находились под Божьим осуждением и были приговорены к вечной погибели. Почему? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет ни одного человека, чьи дела были бы совершенны пред Богом. Поэтому делами не оправдается ни один человек. Это очень простая логика, которая ускользает от большинства людей. Большинство людей в своей слепоте думают, что они нормальные. Ну да, если сравнивать с другими людьми, то, наверное, все мы более-менее нормальные. Но Бог будет нас сравнивать не с другими людьми. Бог будет нас сравнивать с собой, со своей абсолютной святостью, со своим чистым и праведным законом. И вот против этого закона все согрешили. И здесь апостол Павел в первых главах показывает как раз очень простую логику. Поскольку нет ни одного человека, чьи дела были бы совершенны пред Богом, поэтому делами закона не оправдается ни один человек. Сколько бы кто-то не утверждал, что он ведет порядочный образ жизни, что он по делам поступает благочестиво, что он не творит какого-то большого зла, это все пустые слова. Они не дотягивают до понимания истины. На самом деле ни один человек несовершенен по своим делам, поэтому делами никто не может спастись. Однако по милости своей Бог предусмотрел другой путь спасения. Бог предусмотрел путь спасения через веру в Иисуса Христа. То есть не нашими делами, а делом Господа. Не тем, что мы можем сделать, а тем, что уже совершил наш Господь Иисус Христос, когда Он взял на Себя наши грехи и заплатил за них и дарует нам свою праведность через веру. Четвертая глава, это предыдущая глава, объясняет, как нужно верить, чтобы спастись, и во что нужно верить, чтобы спастись. И теперь в пятой главе, а мы перешли уже к изучению пятой главы, в пятой главе апостол Павел показывает следствие спасения. Следствие спасения. Когда человек уже обратился ко Христу, верой принял праведность Христову, что изменилось в его жизни? Давайте подумаем над этим вопросом. Когда мы пришли ко Христу с верой в Него и раскаялись в своих грехах, что изменилось в нашей жизни? Что у нас теперь нового? Если этот вопрос задать современным христианам, то многие из них будут поставлены в тупик. Многие не найдутся сразу, сходу, что ответить на этот вопрос, что у нас нового. Порывшись в своей памяти, они не смогут сказать ничего лучшего, кроме, ну, я теперь не пью, не курю, матом не ругаюсь. Однако многие неверующие люди не пьют, не курят и даже не ругаются матом. Кто-то скажет, ну, я теперь в церковь хожу, однако это еще не делает вас христианином. Ну, я молюсь и читаю Библию. Однако и фарисеи времена Иисуса Христа молились и читали Библию. Неверующий человек тоже к этому способен. Но это само по себе, само по себе еще не отличает вас от нехристианина. Так чем же характеризуется новизна христианской жизни? Первый стих пятой главы мы с вами уже разбирали в предыдущей проповеди, обсуждая наши новые отношения с Богом. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И теперь во втором стихе пятой главы мы увидим четыре аспекта, которыми характеризуется новизна христианской жизни. Четыре аспекта, которыми характеризуется новизна христианской жизни. Давайте их рассмотрим. Во-первых, у нас новые привилегии. Новые привилегии. Посмотрите на начало второго стиха. Через которого, то есть через Господа Иисуса Христа, «Верую и получили мы доступ к той благодати». Получили мы доступ к той благодати. Слово «доступ» обозначает возможность куда-то войти или подойти к кому-то. И, как правило, это подразумевает, что войти туда не так-то просто. То есть нужен определенный доступ. К примеру, вы хотите с помощью интернета попасть в библиотеку крупного университета, чтобы найти там какую-то редкую книгу. Вы нажимаете на ссылку, а сайт пишет, что у вас нет доступа, и вы не можете туда попасть. Или вы хотите попасть на прием к губернатору нашей области, а вас не пускают, потому что у него там уже расписан график встреч, и вас просто так со стороны никто не примет. У вас нет доступа. Вы не можете к нему попасть. Во многих ситуациях доступ решает все. К примеру, пациенту жизненно необходимо какое-то лекарство. Это лекарство облегчит ему состояние, может быть, вылечит его, или позволит ему долго прожить. Но этот препарат не выпускается в данной стране и даже не закупается, потому что по каким-то бюрократическим препонам или коррупционным схемам этот препарат просто не пускают на рынок. И пациент не может ничего сделать. У него нет доступа. Больной может погибнуть. Для него это вопрос жизни и смерти. Доступ к лекарству. Или приведу другой пример. Для получения разрешения на какой-то бизнес требуется подпись министра. А у человека нет доступа к министру. Его просто не принимают под кучей разных предлогов. И люди готовы платить большие деньги за то, чтобы получить доступ к какому-то должностному лицу. Потому что от этого зависит их будущее. Я помню, много лет назад, в моей юности, один человек рассказывал, и я услышал этот рассказ, услышал этот разговор. Так вот, один человек рассказывал, что у него какой-то родственник был заместителем министра в Москве. Так вот, этот человек, живя где-то на периферии, зарабатывал тем, что обеспечивал доставку документов на стол министра. Дело было в лихие 90-е. Много лет назад. Я очень надеюсь, что сейчас так не происходит, но не могу гарантировать. Доступ. Наличие или отсутствие доступа решает все. Дорогие друзья, точно так же и ваша вечная судьба зависит от наличия доступа. Ваша вечная судьба зависит от доступа к Богу. Но как получить этот доступ? Ведь Бог – это не просто губернатор или даже министр или даже царь какой-нибудь земной страны. Бог – это кто-то несравнимо, несоизмеримо выше. Бог – это царь вселенной, у которого даже кабинета здесь нет. Тут нет даже очереди или какой-то тетрадки, в которую вы можете записаться на 2025 год. Нет. Бог – это кто-то несоизмеримо выше, чем любые земные должностные лица. Поэтому доступ к Богу – это что-то невообразимое. Подумайте, даже к земным царям нельзя было просто так войти. Вспомните историю об Эсфире. Она была, на минуточку, не просто какой-то женщиной, которая жила там, в Персидской империи, а она была женой персидского царя. Более того, она была избрана главной женой персидского царя, то есть царицей. Однако даже царица Эсфирь не могла просто так войти в тронный зал своего мужа. Когда ее Мордохей уговаривает войти к царю, чтобы она поговорила с ним, рассказала ему об определенной проблеме, возникшей для иудейского народа, помните, что она ответила. Книга Эсфирь, 4 глава, 11 стих. Она говорит, «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд, какой? Смерть. Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я незвана к царю, говорит она, вот уже 30 дней. Даже царица не могла просто так войти к царю. Под угрозой смерти, если только царь будет в хорошем расположении духа и расценит ее поступок как оправданный, или иначе как-то смилуется к ней и прострет свой золотой скипетр, тогда придворные, охрана царя не свяжут ее, не уведут ее сразу же на смертную казнь. Даже к земному царю доступ это что-то очень трудное. Дорогие друзья, тем более к Богу. Ведь Бог абсолютно свят. Многие люди, не понимая этого, думают, что к земному царю попасть легко, наоборот, извиняюсь, к земному царю попасть трудно, а к Богу легко. Многие люди думают, да подумаешь, да, конечно, к министрам там не запишешься, это нужно большие-большие деньги заплатить или большие связи иметь, чтобы попасть к земному царю, президенту, министру. А к Богу-то, пожалуйста, приди в любой храм и помолись. Люди говорят так, потому что не понимают, кто такой Бог. Ведь Бог абсолютно свят. Бог не терпит никакого греха. Помните, в Ветхом Завете есть такая история, когда Моисей просит Бога показать ему свою славу. То есть, Моисей словно бы хочет получить доступ в присутствие Бога. Однако, что говорит Бог Моисею? Это исход 33 глава 20 стих. Бог говорит Моисею, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Доступ к Богу. Человек не может увидеть меня и остаться в живых. Ничто нечистое не устоит пред Богом. Вы не можете просто так подойти, прийти в присутствие Бога, с Ним говорить, как с каким-то равным вам человеком. Вы не можете подойти, потому что Божья святость испепелит любого человека, оскверненного грехом. Не может человек увидеть меня и остаться в живых. В ветхозаветные времена народ израильский, а это избранный Божий народ. Израильский народ был отделен от святости Божьей системой барьеров. Прежде чем подойти в присутствие Бога, человек должен был омыться, совершить ритуальное омовение, и при этом он не должен был быть оскверненным какой-то нечистотой, вдобавок ко всему, и тогда он мог бы войти в храм. Но даже войдя в храм, он был отделен еще несколькими барьерами от Божьего присутствия. Не каждый человек мог войти на территорию, которая называлась святое. Лишь левиты, которые в этот момент служили при храме, опять же, при исполнении определенных процедур, при принесении определенных жертв они могли войти во святое. Но даже если левит, очищенный, исполнивший все эти предписания, принесший жертву, мог войти во святое, все равно он был отделен от присутствия Божьего еще одной завесой. И за эту завесу не мог войти никто. Ни один левит, ни один священник, даже первосвященник не мог войти за эту завесу. То есть вот тот единственный, главный над всем храмовым служением человек, первосвященник, который особым образом для этого был отделен, не мог войти туда 364 дня в году. И лишь один день в году в особый праздник, который назывался Йом-Кипур, или день очищения, или день искупления. При соблюдении определенных жертв этот первосвященник, один человек, мог войти за завесу во святое святых. Представьте себе, чему это нас учит. Люди были отделены от Бога системой барьеров. Они не имели доступа, прямого доступа в Божье присутствие. Однако, дорогие друзья, о чем мы сейчас прочитали в послании к римлянам? Обратившись ко Христу, мы получили доступ. Мы можем в любой момент входить в тронный зал Царя Вселенной. Через Иисуса Христа, верующий в Него, в любой момент может входить в тронный зал Царя, создавшего всю Вселенную и управляющего всей Вселенной. В послании к Ефесянам 2 глава 18 стих сказано, потому что через Иисуса Христа и евреи язычники имеем доступ к Отцу в одном духе. Имеем доступ к Отцу через Иисуса Христа. Послание к Ефесянам 3 глава 11-12 стихи. Во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Более того, дорогие друзья, мы здесь прочитали, что мы имеем доступ не просто к Богу, мы имеем доступ к Его благодати. Взгляните еще раз на эти слова во втором стихе. Через которого верую и получили мы доступ к той благодати. Что такое благодать? Незаслуженная милость, благоволение. Это подразумевает, что Бог относится к нам с благоволением, с милостью. Как Отец милует своих детей, так Бог милует боящихся Его. Помните, как о Христе Отец говорил при крещении, Отец произнес, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Вот в тот момент, когда Бог Отец говорил о Христе, сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. О нас, грешниках, что Он говорил? Они есть чадо гнева. Однако, на Голговском кресте Христос взял этот гнев Божий на себя. Гнев, который предназначался нам за наши грехи и преступления, за нарушение Его заповедей, за искажение Его характера, за неверность, за отсутствие верного почитания, поклонения Отца. Вот этот вот гнев, который предназначался нам, Христос взял на себя. И теперь Он понес гнев Божий, а к нам теперь простерто Божье благоволение. Теперь Бог говорит о нас. Олег, Миша, Женя, Леша есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Маша, Ина, Соня, Ирина есть дочь моя возлюбленная, в которой мое благоволение. Можно сказать, что золотой скипетр небесного царя всегда простерт по направлению к нам, верующим в Иисуса Христа. Подумайте, когда к персидскому царю человек входил без спроса просто в любой момент, его жизнь зависела от того, прострет ли царь к нему свой золотой скипетр или нет. Если царь проявит милость и протянет свой скипетр, этот человек будет оставлен в живых и сможет подойти к царю, если нет, он будет казнен. Точно так же и у нас стоит вопрос, можем ли мы подойти к святости Божьей, не будем ли мы испепелены Божьей святостью, ведь мы запятнаны грехом. Дорогие друзья, к человеку верующему в Иисуса Христа всегда простерт Божий золотой скипетр, то есть Божье благоволение всегда направлено к вам. Сознаете ли вы какая-то огромная привилегия иметь беспрепятственный доступ к Царю Вселенной, более того, иметь доступ к Его благодати, то есть всегда пребывать в Его милости, в Его благоволении. Как вы пользуетесь этим доступом? Иаков пишет об одной из причин проблем в духовной жизни людей. Он говорит, не имеете, потому что не просите. Не имеете, потому что не просите, то есть вы, имея доступ к Царю, вы не пользуетесь этим доступом. В послании к Евреям 4 глава 16 стих сказано, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. У нас есть доступ к Божьей благодати, так давайте пользоваться этим доступом. Да приступаем с дерзновением, то есть смело, не боясь, что Божья святость вас испепелит, ведь вы приходите к Богу, если вы верующие в Иисуса Христа, то вы приходите к Богу в праведности Его Сына. Вы есть Сын Божий возлюбленный, в Котором Божье благоволение, вы в Которой Божье благоволение. Поэтому приступайте с дерзновением к престолу благодати, и вы получите милость и обретете благодать для того, чтобы помочь вам в нужное время. Пользуйтесь своим доступом к Царю Вселенной. Итак, дорогие друзья, мы получили новые привилегии, свободный доступ к Царю Вселенной. Это самый первый аспект новизны христианской жизни. Вот что у нас нового. До этого мы не имели доступа и были отверженными как грешники, но теперь в Иисусе Христе мы приняты и имеем доступ к Божьей благодати. Во-вторых, во-вторых, в результате оправдания во Христе мы получили новое положение. Новое положение. Посмотрите на следующую фразу в этом стихе. Получили доступ к той благодати, в которой что? Стоим. В которой стоим. Очень интересное выражение «стоим в благодати». Вы когда-нибудь размышляли над этим? Это не просто благодать вам дана, это не просто благодать что-то сделала в вашей жизни, это не просто даже вы получили благодать, вы стоите в благодати, если вы верующий в Иисуса Христа, рожденный свыше, чадо Божье, вы стоите в благодати. Что это означает? В оригинале используется особое время, особая форма глагола. Она называется в греческом языке перфект, и я немножечко вам расскажу об этом, потому что это важно для того, чтобы понять тот смысл, который заложен в этом тексте. Сейчас у нас в современном русском языке нет перфекта, у нас есть настоящее, прошедшее, будущее время, но в древнерусском языке тоже была такая форма перфект, и сейчас в современном русском языке осталось всего одно слово, которое сохранило старую форму перфекта. Знаете, что это за слово? Выпивший. Он выпивший. Этот пример, наверное, вызывает немножечко усмешку, но что поделать, это действительно единственное слово, которое сохранило форму перфекта в современном русском языке. Подумайте, когда о человеке говорят, он выпивший, что имеется в виду? Акцент делается не на действии, он выпил, а на состоянии. Вот теперь он такой, теперь он выпивший. В результате того, что совершилось действие, он выпил, теперь изменилось его состояние, он теперь есть выпивший. Вот точно так же и греческий перфект. Греческий перфект делает акцент не на самом выполнении действия, а на состоянии, которое в результате этого возникает. Таким образом, Павел подчеркивает не просто то, что мы встали в благодати, а он подчеркивает то, что у нас изменилось состояние. Мы встали и стоим. По-другому эту идею можно передать так, что мы стоим твердо, длительное время, пребываем. Посмотрите на следующие примеры использования этого слова, они покажут вам силу этого слова. 1 Коринфянам 7,37, 1 Коринфянам 7,37. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем? Буквально с оригинала можно перевести твердо встал в сердце своем. Вот это слово встал тоже стоит в перфекте. Твердо встал в сердце своем, то есть имеет твердое положение, укоренился, обеими ногами, так сказать, вкопался в пол и не сдвигается с места. Твердо встал, укоренился. Или Иоанна 8, глава 44 стих, Иоанна 8,44. Сатана был человек и убийца от начала и не устоял в истине. Буквально в оригинале сказано не встал как раз в форме перфекта. То есть смотрите, он не сохранил вот этого положения. Когда говорится, что мы встали и стоим, это обозначает, что мы сохраняем это положение. 1 Коринфянам 15,1. Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились. На месте слова утвердились стоит то же самое слово стоите в форме перфекта. И переводчики синодального текста очень четко почувствовали вот этот нюанс и правильно его передали. Они просто, они не сказали просто, в котором вы и стоите. это не передавало бы до конца для современного русского читателя вот эту идею, они сказали в котором и утвердились. То есть вот это вот слово в перфекте обозначает стоять твердо, утвердиться, укорениться, окопаться. И вот именно это говорит апостол Павел в Римлянам 5 главе 2 стихе. Он говорит, что мы в благодати укоренились, утвердились, встали и стоим твердо. Мы окопались в этой благодати. Мы держимся за эту благодать, а вернее она нас держит. И вот на основании изучения этого слова один известный богослов пишет, что речь в Римлянам 5.2 идет о том, что мы твердо и непоколебимо укоренены в благодати. Другой толкователь пишет, стоим говорит о радостном осознании того, что благодать, в которую мы однажды вступили постоянная. Вообще вот в этой главе, в этом отрывке несколько перфектов. Во втором стихе получили доступ, стоит в перфекте, то есть получили и теперь им владеем, в которой стоим, тоже в перфекте, стоим, укоренились, утвердились. Третий стих зная, то есть познали и теперь знаем. Пятый стих любовь Божья излилась, то есть излилась и остается. вот все это указывает на то, что с началом христианской жизни не просто происходит какое-то действие, а меняется наше состояние, наше положение пред Богом. Мы теперь стоим, пребываем в Его благодати. Это очень важная истина Евангелия. Многих христиан мучает такой вопрос, а что если я не успею перед смертью покаяться в каком-то грехе? Что же я попаду в ад? Многие христианские деятели, проповедники и пасторы спекулируют этим, манипулируют вот этой угрозой, вызывая у церквей страх и испуг, запугивая их ужасами ада. А, если вы ляжете спать без косыночки, и умрете этой ночью, попадете в ад. А, если вы вот здесь не пободрствуете и что-то не успеете сделать, доделать, завтра в аду проснетесь. Недавно разговаривал с одной женщиной из другого города, и она очень плакалась, буквально вот прям переживала и плакала и говорила, что в нашей церкви вот идет такая вот обработка, такая манипуляция, все запугивает всю церковь, позвали одного старца, и вот он проводил целую конференцию, запугивая людей ужасами и тем, что если они что-то не сделают или не выполнят, все пойдут в ад, вся церковь плачет, все вышли на покаяние. Вроде бы хороший результат, вроде бы. Проблема в том, что уверенности нет никакой, они и на следующий день будут также барахтаться вот в этой неуверенности, потому что им внушили ложную идею, что они должны что-то доделать для своего спасения, и если они это не сделают, то они все равно пойдут в ад, несмотря на то, что много лет веровали в Иисуса Христа. Их жизнь постоянно болтается на волоске, и не важно, как ты веришь сегодня, потому что завтра что-то неправильно сделаешь и отправишься в ад. Это ложное учение, которое разрушает и отвергает Христова Евангелие, благую весть. Дорогой брат или сестра, когда ты обратился ко Христу, не просто совершилось какое-то действие, Бог простил твои грехи. Некоторые так думают, я обратился, значит, Бог простил мне прошлые грехи, а насчет будущих еще надо посмотреть, может быть, будущие грехи утянут меня в ад. Дорогие друзья, когда вы обратились ко Христу, Бог не просто совершил какое-то действие, простил ваши прошлые грехи, вдобавок к этому изменилось ваше положение. Теперь вы стоите в благодати. Если вы действительно приняли Христа в свое сердце, если вы действительно обратились к Нему, то вы стоите в Его благодати. Вы стали Божьим чадом, Божьим сыном, Божьей дочерью. Когда ребенок не слушается отца, отец может на него гневаться? Конечно. Может отец его наказывать? Да, ради его блага, ради его исправления, но перестает ли он быть ребенком своего отца? Нет. Точно так же и мы, верующие в Иисуса Христа, даже если мы согрешаем, Бог может проявлять к нам недовольство, Он может отеческий гнев являть по отношению к нам, Он может нас наказывать, и Библия об этом много говорит, потому что Он заинтересован в нашей святости, Он заинтересован в нашем послушании, Ему, поэтому Он будет с вами работать, но Он не отвергнет. Благодать, в которой вы стоите, в которую вы вступили, обратившись ко Христу, это благодать твердая и надежная. Вы стоите, вы пребываете в Его благодати. Недавно я прочитал в интернете цитату одного христианского автора, который очень точно и правильно об этом говорит. Он говорит, «Многие христиане живут с глубокой духовной тревогой. Мы беспокоимся, что недостаточно сделали, плохо верили, мало боролись или мало жертвовали. Однако мы должны смотреть не на себя, а на Христа». Он говорит, «Когда духовная тревога заползает к нам в душу, нужно направить свой взгляд на Иисуса. Не смотрите на свою веру или на свои дела, свои ощущения и свою праведность. Смотрите на Него. Посмотрите, сколько Он сделал для вас. Найдите покой в Его благодати, в благодати, в которой мы стоим. Встали и стоим твердо. Встали и заняли вот это положение, укоренились в этой благодати. Таково наше новое положение во Христе. Итак, дорогие друзья, мы рассмотрели два первых аспекта, которыми характеризуется новизна христианской жизни. Это новые привилегии, доступ к Богу и новое положение, пребывание в Его благодати. Третий новый аспект, которым характеризуется христианская жизнь, это новая похвала. Новая похвала. Посмотрите на следующие слова. Стоим и что? Хвалимся. Хвалимся. Кто-то может спросить, ну что же здесь нового? Я всю жизнь хвалился. Разве мы раньше не хвалились? Разве мы не были склонны к хвастовству, к какому-то подчеркиванию своих заслуг? Да, были. Однако новым является не сам факт похвалы, новым является то, чем мы хвалимся. Новым является не сам факт похвалы, а то, чем хвалится христианин. Раньше, до обращения ко Христу, мы хвалились собой и своими достижениями. И это, кстати, много раз упоминается в контексте послания к римлянам. Первая глава 30 стих говорит о язычниках, что они самохвалы. Самохвалы это значит что? Хвалятся чем? Собой. Сами себя хвалят, превозносятся собой, хвалятся собой. Вторая глава 23 стих говорит о религиозных людях. Хвалишься законом, что ты имеешь что-то, чего не имеют другие люди. Хвалишься своими привилегиями, своим положением, своим еврейством, своим, в современном контексте, может быть, своей принадлежностью к какой-нибудь правильной церкви и так далее и тому подобное. То есть хвалишься чем-то, что у тебя есть, чего нет у других людей. Римлянам 2 глава 29 стих. «Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Иудеи хвалились обрезанием, хвалились тем, что они соблюли определенные ритуалы. Так и сегодня многие люди хвалятся своими делами, тем, что они все правильно исполнили. Они сходили в церковь, они поставили свечку, они крестились, они осветили воду, они помолились какой-то иконе и так далее и тому подобное. Или пришли в церковь, может быть, в более евангельском контексте, пришли в церковь, помолились, приняли помазание, я не знаю, что там еще, чем еще люди могут хвалиться. Хвалятся с соблюдением каких-то вещей. Римлянам 3.27. «Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Люди хвалились делами». Римлянам 4.2. «Если Абрам оправдался делами, он имеет похвалу». Вот это то, чем мы раньше хвалились, это наша старая похвала. Хвалились собой, тем, что мы имеем, тем, что мы сделали, тем, чего мы достигли, тем, что мы поняли, осознали, тем, что мы прочитали, тем, как мы мыслим, тем, в какой мы церкви. Это старая похвала, похвала, невозрожденных людей. Чем же мы теперь хвалимся? Какая новая похвала у христиан? Это мы как раз находим в изучаемой нами 5 главе. 2 стих. «Хвалимся надеждою славы Божьей». «Хвалимся надеждою славы Божьей». 3 стих. «И не этим только, но хвалимся и скорбями». Очень интересная мысль, новая мысль, которой у неверующего человека раньше не было. Мы хвалимся надеждою славы Божьей, хвалимся скорбями. И посмотрите еще на 11 стих. «И не довольны этого, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Теперь, став верующими в Господа Иисуса Христа, мы хвалимся не собой и своими достижениями. Я столько-то раз пришел в церковь, столько-то времени провел в молитве, столько-то добрых дел сделал, столько-то служений несу, столько-то лет являюсь членом церкви. Это старая похвала. Теперь мы хвалимся не собой и своими достижениями. Мы хвалимся тем, что Бог для нас сделал. А Он пообещал нам Свою славу, поэтому мы хвалимся надеждою славы Божьей. Он преображает нас через скорби, укрепляя нашу веру, поэтому мы хвалимся скорбями. И Он спас нас через Христа. Поэтому мы хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Как Павел писал в Галатам 6, главе 14 стихе, Галатам 6, 14, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Вот она, новая похвала. Всю остальную похвалу я отвергаю. Похвалу своим положением, похвалу своим происхождением, похвалу своими делами или достижениями. Всю эту старую похвалу я отвергаю и оставляю одну, новую похвалу. Желаю хвалиться крестом Господа моего Иисуса Христа, тем, что Он для меня сделал, как Он за меня пострадал, как Он открыл мне путь на небо, как Он явил мне незаслуженно Своё благоволение. Буду хвалиться перед другими людьми крестом Иисуса Христа, указывать им на этот путь спасения, который для них открыт. Вот моя драгоценность, вот моя похвала. Посмотрите, люди, крест Иисуса Христа. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, чем хвалитесь вы? Какая у вас похвала, старая или новая? Ну и, наконец, ещё один четвёртый аспект, отражающий новизну христианской жизни в этом стихе, это новая надежда. Новая надежда. Мы хвалимся надеждою славы Божьей. Я уже рассказывал, наверняка кто-то из вас вспомнит, рассказывал такой пример, как один мой друг ехал в аэропорту на шаттле, автобус такой, который подвозит к самолёту, и он стал свидетелем такого разговора. В аэропорту перед вылетом сидела молодая пара, девушка была взволнована и говорила всё время, я боюсь, а вдруг самолёт упадёт, а вдруг что-нибудь случится, а вдруг крыло отвалится, а вдруг двигатели откажут. И этот парень, сидевший рядом с ней, говорит ей, да что ты какая пессимистка, всё у тебя, а вдруг, да вдруг, ты бери пример с меня, а вось ничего не случится. У неверующего человека нет иной надежды, кроме как на авось ничего не случится. Сказать то же самое другими словами, у неверующего человека нет никакой надежды. Когда что-то случается, то вся его надежда исчезает. В 1 Фессалоникийцам 4 главе 13 стихе сказано «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды». Вот это вот состояние необращённых людей. Они не имеют надежды. Они надеются, на авось ничего не случится, пока ещё идёт эта их земная жизнь. А как долго идёт эта их земная жизнь? Дней лет наших 70, при большей крепости 80. Но что это такое? Это краткий срок. Это мизерная точка на бесконечной линии вечности. И в том же Псалме сказано «Они проходят быстро, и мы летим». Жизнь пролетает, жизнь мчится. И вот эта вот надежда на авось, она становится всё более призрачной с каждым днём. И люди отталкивают от себя, гонят от себя мысли о смерти. Они не хотят об этом говорить, потому что они фокусируются только на здесь и сейчас. Мы живём сегодняшним днём. Вот сегодня есть, что поесть и хорошо. Сегодня есть, куда съездить за развлечениями. Вот и прекрасно. Но они достигают вот этого временного успокоения путём того, что гонят мысли о неизбежности. У неверующего человека нет никакой надежды перед лицом смерти и перед лицом будущей вечности. Поэтому Павел говорит «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». В другом послании, Ефесянам 2 глава 12 стих, он говорит «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». То есть вы были без Бога, и когда вы были без Бога, вы были без надежды. Почему вы были без надежды? Потому что вы чужды заветов обетования. Божьи обещания, иными словами, к вам не относятся. Бог вам ничего не пообещал. Ваш конец – погибель, возмездие за грех смерть. Поэтому неверующий человек не имеет надежды. Однако, дорогие друзья, верующий в Иисуса Христа приобретает новую, твердую, великую надежду. Это надежда на Божье Слово, на Его обещание, на то, что Бог пообещает дать нам свою славу. Как мы здесь и прочитали, «Хвалимся надеждою славы Божьей». Если неверующий не имеет надежды, для него смерть и либо исчезновение, если он атеист, либо смерть и Божий суд, если он признает существование Бога, и то, и другое страшно. Для верующего человека впереди надежда славы Божьей. Это то, чего мы с вами ждем. Что это за интересная надежда такая? Причем тут слава Божья. Ранее в послании к Римлянам, в третьей главе, 23 стих, мы уже читали, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Когда-то, когда Бог сотворил человека, человек пребывал в Божьей славе. Бог имел прямое, непосредственное общение с ним. И вот эта слава его возвышала, грела и радовала. Однако согрешив, человек был лишен славы Божьей. Он был изгнан из рая. И, будучи лишен славы Божьей, он остается в смерти и погибели, отделенной от источника жизни, от Бога. Однако сейчас Бог обещает верующего в Иисуса Христа принять в свою славу. Снова обратно принять в рай. Открыть свободное общение с собою. Сделать его своим ребенком и принять как своего ребенка на небо. Мы хвалимся надеждой славы Божьей. Поскольку Бог никогда не изменяет своему слову, эта надежда, это не просто вот то пресловутая авось. Авось попадем в славу Божью. Нет. Это твердая надежда. Потому что Бог не изменен в своем слове. Бог что пообещал, то исполнит. Поэтому это такая надежда, которой мы можем даже хвалиться. Хвалимся надеждой славы Божьей. И то, что мы ей хвалимся, подразумевает, что мы в ней абсолютно уверены, и у нас нет ни тени, ни сомнения. Если неверующие люди надеются на то, что может случиться в будущем, христиане надеются на то, что уже гарантировано в прошлом. Благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. В послании к Титу, первой главе, втором стихе сказано, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Бог обещал эту вечную жизнь. И поскольку Он неизменен в своем слове, то есть Он никогда не скажет, ой, извини, я передумал. Обещав, Он обязательно исполнит. Поэтому мы имеем надежду на вечную жизнь. Евреям 6 глава 17-18 стихи. Поэтому и Бог, желая преимущественнее, то есть более сильно, показать наследникам обетования непреложность, то есть неизменность своей воли, употребил впосредство клятву. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Наша надежда тверда, потому что Бог сказал свое слово. И более того, чтобы еще сильнее нас убедить в своем слове, Бог еще и произнес клятву. Помните, Он сказал в книге Бытие, подняв руку, Он сказал, «Я мною клянусь». Он не мог клясться никем выше Него, потому что выше Него никого нет. И Он поклялся самым высшим во Вселенной. Бог сказал, «Мною клянусь, что исполню вот это обетование». Если бы Бог просто сказал слово, и тогда мы могли бы быть уверены. Почему же Он поклялся? Он хотел нас убедить. Он хотел дать нам твердую надежду. Он хотел, чтобы мы не сомневались, и поэтому Он говорит, «Я еще и поклялся, я мною клянусь, что исполню вот эти вот обещания, данные Аврааму, и через него всякому верующему в Иисуса Христа». «Имея такую надежду», пишет Павел во 2 Коринфянам 3, 12, «имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». Вот она смелость христианской жизни. Христиане смелы даже перед лицом смерти, потому что они имеют такую надежду на Бога и Его Слово, и Его клятву. Дорогие друзья, имеете ли вы эту надежду? Итак, мы с вами увидели 4 аспекта, которыми характеризуется новизна христианской жизни. Когда мы пришли ко Христу и примирились с Ним через веру в Него, что мы получили? Мы получили новые привилегии – это свободный доступ к Богу, новое положение – это наше пребывание в благодати, новую похвалу – похвала Богом и тем, что Он для нас сделал, новую надежду – это твердое упование на Божьи обещания. Давайте благодарить Бога за то, что древнее прошло, теперь у нас все новое. Обращение ко Христу преобразило наше мышление и всю нашу жизнь. В 1921 году Раввин Герберт Голдштайн в главной синагоге Нью-Йорка спросил одного очень хорошо известного человека, тогда уже знаменитого ученого, в том же году завоевавшего Нобелевскую премию. Это был Альберт Эйнштейн. В 1921 году он завоевал Нобелевскую премию. И вот Раввин Герберт Голдштайн, один еврей, спрашивает другого еврея, верит ли тот в Бога? И Эйнштейн ответил «Я верю в Бога Спинозы, то есть в Бога философов, который открывается в упорядоченной гармонии всего сущего, но не в такого Бога, которого заботят судьбы и поступки людей». Он не верил в такого Бога, которого заботят судьбы и поступки людей, потому что он действительно не имел доступа к Богу и Его благодати. Но, дорогие друзья, мы верим в такого Бога, которого заботят судьбы и поступки людей. Библия открывает нам такого Бога, который печется о вас. Бога заботит твоя судьба. И поэтому Божий предвечный Сын сошел на землю. Он прожил безгрешную жизнь. Он умер за твои грехи. Он взял на себя твое наказание. И в результате верующим в Него, верующим в Него, Он обещает прощение грехов. Через веру в Иисуса Христа Бог засчитывает Христову праведность, абсолютную праведность верующему. Бог засчитывает ее тебе. А твои грехи Он берет на себя, засчитав их Господу Иисусу Христу. Если ты уверуешь в Иисуса Христа, то твоими будут новые привилегии, новое положение, новая похвала и новая надежда. Если же ты отвергнешь этот призыв и продолжишь идти своей дорогой, то у тебя не будет ни доступа к Богу, ни Его благоволения, ни этой новой похвалы, ни этой новой настоящей надежды. Приди ко Христу, ответь на Его призыв. Он обещает, приходящего ко мне не изгоню вон. И если вы уже пришли ко Христу, то благодарите Его за вот всю эту новизну, за эти четыре новых аспекта христианской жизни. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за все, что Ты нам даровал через Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что для каждого из здесь присутствующих, для каждого человека, доколе он жив, остается надежда войти в Твой покой. Остается надежда быть прощенным и принятым в Твою семью и вновь войти в Твою славу, которую когда-то человечество потеряло в Эдемском саду. Благодарим Тебя за то, что через Иисуса Христа Ты даешь нам Твою благодать, Твое благоволение, безусловное прощение и милость на каждый день жизни. Слава Тебе, что через Иисуса Христа эта милость надежная. Мы не достигаем ее и теряем по несколько раз на дню, но приобретаем Твое благоволение, которое надежно и прочно сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни, несмотря на наши продолжающиеся немощи, продолжающиеся ошибки и грехи. Ибо Ты милостив. Благодарим Тебя за новую похвалу, которую Ты нам дал. Не собой мы хвалимся, мы отвергаем всю старую похвалу. Мы не хвалимся и не хотим хвалиться своими делами, достижениями, познанием, тем, что мы сделали, тем, что мы имеем, чего другие люди не имеют. Но мы хвалимся только тем, что Ты совершил для нас на Голговском кресте. И с надеждой смотрим в будущее, с надеждой войти в Твою славу и быть вместе со всеми остальными искупленными вечно со Христом в Его бесконечной жизни. Благодарим Тебя, Господь, за все это. Аминь.